Дорогие друзья, давайте сегодня сделаем с вами общий расклад на тему, что сейчас происходит в жизни загаданного человека. Немножечко засунем свой нос в чужую жизнь. Итак, первая, вторая, третья позиции. Выбирайте свою, загадывайте человека или троих, и давайте будем смотреть. Итак, начинаем с первой позиции. Посмотрим, что же на сегодняшний день происходит в жизни загаданного человека. Так, давайте возьмем сигнификатор. Какая вообще атмосфера сейчас? Ой, ну здесь четверка Пентакли, карта статики, карта стабильности, карта жадности. Здесь, с одной стороны, человек не хочет терять то, что у него есть, с другой стороны, он не хочет что-то менять. Да, здесь вот именно цепляется за то, что у него есть. У многих отыграются вопросы денежные, наследственного характера. У многих вот именно вопросы финансов, наследства, имущества и так далее. Так, давайте посмотрим, что у человека на сердце. Что же у загаданного человека на сердце? Перемены. Он им всячески сопротивляется, потому что не понимает, как ему двигаться дальше. Он не понимает, как ему дальше идти, а причиной всему чувства. Здесь вот как-то, знаете, на одной чаше весов стабильность и какие-то материальные блага, а на другой чаше весов здесь чувства эмоции. Что это за чувства? Давайте посмотрим. К кому вообще эти чувства? Здесь как раз-таки чувства к тому человеку, с которым какие-то совместные дела и работа. Но здесь возможно пребывание на расстоянии, либо же угроза того, что вот с этим человеком на расстоянии окажутся они, либо же вы, если вы являетесь этим человеком. И тот, на кого мы смотрим, он просто не понимает, как сейчас поступить, какой выбор сделать. Давайте посмотрим, о чем думает загаданный человек. О чем он думает сейчас? Что у него в мыслях? Четверка жезлов – стабильность. Стабильность, семья, могут быть семейные вопросы, вопросы стабильности. И здесь, знаете, он понимает, что нужно брать ситуацию в свои руки, а он сопротивляется, он борется, он находится вот именно в процессе борьбы. И опять же, камнем преткновения идет то, что нужны перемены, а он им сопротивляется. Он хочет вот как-то удержаться в статике, он хочет сохранить все, что ему дорого. И скорее всего, какое-то общение здесь, которое дорого ему, его сердцу, оно стоит под угрозой, под вопросом, и, вероятнее всего, вот это общение человек не хочет терять. Не могу сказать, что здесь прям вот бурный роман, но общение, оно важно. Это может быть дружеское общение, это может быть общение там деловое, романтическое. Просто здесь такая теплая симпатия, да, теплое такое отношение к человеку, с которым он не хотел бы расставаться. А что у него сейчас, вот какие грядут события, вот точнее, чем он занимается, что в ногах у него, да, вот что сейчас у него прям, чем он занят. Принимает решение король мечей, король кубков. Здесь, смотрите, здесь борется разум и чувство, король мечей, король кубков. Он наблюдает, он занял выжидающую наблюдательную позицию, потому что ему нужно принять решение, и на одной чаше весов здесь разум, а на другой чаше весов здесь чувство. И поэтому он сейчас наблюдает и старается вынести какие-то уроки и разобраться в этой ситуации. А что к этому привело? Давайте посмотрим, какая ситуация предшествовала, почему так случилось. Почему так случилось у него? Потому что определиться не мог. Карта умеренность очень долго с чем-то тянул, очень долго затягивал. И да, здесь королева кубков, здесь женщина является камнем преткновения. Вот, скорее всего, это тот персонаж, да, та женщина, о которой мы говорим. Не хочет он терять с ней общение. И здесь, знаете, вот как-то тянулось, тянулось, как-то, вот знаете, затягивалось, затягивалось, растягивалось. И из-за того, что очень долго вот это вот длилось, да, и была неопределенность, здесь, собственно, необходимость сейчас и нависла, принятие вот этого решения и перемен. Что же будет дальше в жизни человека? Что же будет дальше? Здесь все-таки будет прорыв вперед. Здесь, знаете, как начало с чистого листа. Да, но здесь, знаете, я бы могла сказать, что вот эти отношения, они начнутся с чистого листа, но нет. Отношения эти, они скорее завершатся, и он от них откажется, как бы он не сопротивлялся. Потому что здесь движение вперед идет именно благодаря обновлению, обнулению. Возможно, в его жизнь придут какие-то новые люди. Но здесь от чего-то придется отказываться и что-то вот именно терять, для того, чтобы идти и двигаться дальше. Потому что вот те перемены, о которых мы сказали вначале, они невозможны без того фактора, когда нужно делать выбор и от чего-то отказываться. Итак, благодарю единичке. Вот что происходит в жизни сейчас у загаданного вами человека. Благодарю всех за просмотр. И идем ко второй позиции. Давайте посмотрим, что у двоечек в жизни происходит в жизни у загаданного человека. Итак, сигнификатор. Какой общий фон сейчас? Ой, здесь какие-то разборки. Здесь вот именно отсечение ненужного. Рыцарь мечей – это желание махать шашкой. Это желание доказывать свою правоту. Это желание отстаивать свои права. Когда-то дипломатия, когда-то наоборот борьба. Но здесь вот именно человек борется за то, что для него важно. Что сейчас на сердце у загаданного человека? Что на сердце у него? Карта мир – выход на новый уровень. Причем он понимает, что здесь ему одному не справиться. Нужна чья-то помощь. Нужна чья-то помощь. И здесь, опять же, для того, чтобы идти дальше, нужно от чего-то отказаться. Здесь присутствуют и страхи, и сожаления, и какие-то волнения. И понимание того, что дальше только вместе с кем-то. Здесь нужна помощь для того, чтобы выйти дальше на какой-то новый виток. Но на сегодняшний день он находится именно в тревогах, сомнениях, переживаниях. Из-за того, что, возможно, чувствует свою нересурсность. Возможно, чувствует, что вот этой поддержки, которая ему нужна, он не получит. Здесь, знаете, такое ощущение, что рыцарь мечей воюет один против целого мира. А о чем он думает? Что в мыслях? Что в мыслях? Разрушение. Карта башни. Разрушение. Здесь, понимаете, здесь для того, чтобы прийти к счастью, посмотрите, опять же, карта солнышка, здесь нужно чем-то жертвовать. Здесь однозначно для того, чтобы выходить дальше на новый уровень, здесь очень похоже с первой позиции. Вот прям, знаете, вот такое ощущение, что вот вторую историю, ту же самую рассказываю. И здесь для того, чтобы прийти к счастью, нужно от чего-то отказаться, чем-то пожертвовать. И ситуация поэтому сейчас зависшая. Не чувствует он уверенности, не чувствует поддержки. Давайте посмотрим, почему ситуация-то зависшая. Скорее всего, потому что нужна поддержка, а он ее найти не может. Почему ситуация? Да, неопределенность. Неопределенность. Нет, двойка кубков – это, знаете, союз. Нет союзника, нет того человека, который мог бы его сейчас поддержать вот именно так, как он этого хочет. Давайте посмотрим, что сейчас, что в ногах у него, да, что сейчас происходит, что в ногах топчет. Что сейчас происходит в жизни. А сейчас он как раз-таки с кем-то договаривается. Он этих союзников как раз-таки ищет. Он договаривается. Он где-то свои амбиции, понимаете, ему больно, ему страшно. Он понимает, что он сам виноват в каких-то моментах, что он этой поддержки не имеет. Готов какими-то своими принципами там поступиться, да, вот лишь бы ему договориться с теми людьми, которые его будут поддерживать, которые ему будут помогать. И окажут там где-то защиту, где-то поддержку, где-то помощь. Он сейчас находится в поиске союзников. А что привело к той ситуации, которая сейчас? Что привело, что стало предшествующим таким фактором? Что стало предшествующим? Предшествующим. Смотрите, была предложена ему помощь, а он от нее отказался. Здесь, скорее всего, пожадничал, потому что четверка Пентакли – это карта стабильности, карта жадности также. Здесь, знаете, как будто бы отказался от той помощи, которая ему была предложена. Да, здесь всех от себя отогнал. Я один, я хочу сам. Вот он, рыцарь мечей, он махал шашкой и домахался. Что теперь понял, что одному ему этот восс не утащить. И поэтому сейчас отчаянно ищет союзников и готов признать свои ошибки. Но, судя по всему, на ошибках на своих он и научился. И давайте посмотрим, что будет дальше. Что будет дальше у вашего человека двоечки. А он пойдет вперед. И пойдет вперед очень хорошо. По той причине, что он договорится. Договорится с теми людьми. Да, совершенно верно. Здесь разум возьмет верх над какими-то эмоциями и амбициями. И здесь он сможет прийти к компромиссу с теми людьми, с которыми он сейчас, собственно, ведет диалоги. И он, судя по всему, прошел этот жизненный урок. Да, карта мира – это вот именно выход на новый уровень. Это вот именно начало нового какого-то жизненного этапа. И этот этап в его жизни был связан с тем, что усвоить урок не нужно в одиночку. Нужно знать, когда в одиночку, а когда вместе в команде. И он, этот урок, пройдет успешно. Благодарю двоечки. Буду рада и благодарна за подписки, за комментарии, за обратную связь. Итак, давайте посмотрим третью позицию. Троечек. Что же происходит в жизни у загаданного вами человека сейчас? Так, сигнификатор, общий фон, общая атмосфера, общая атмосфера. О, туз мечей, принятие решений. Вот прям решается сейчас, грубо говоря, судьба. А что у него на сердце? Что у нас в сердце у загаданного человека? Опять же, стабильность. Не хочет от чего-то отказываться. Деньги. Ну, здесь деньги. Здесь решение каких-то деловых, финансовых вопросов. Перед выбором стоит. Принимает какое-то очень важное решение. И решение, скорее всего, оно связано с деньгами. Могут быть замешаны личные отношения, потому что карты влюбленные. Ну, это влюбленные, да, это либо любовные отношения. Либо же здесь, знаете, что принимается решение, либо относительно бизнеса делает какой-то выбор. Либо же здесь не хочет терять, принимает решение, не хочет терять какие-то любовные отношения. И ждет шанса на то, чтобы они были сохранены, восстановлены и, так скажем, приведены в то русло, которое ему нравится, которое ему нужно. О чем он думает? Давайте посмотрим. О чем он думает? Десятка кубков о семье. О семье, о партнерстве. Карта маг. Вы знаете, такое ощущение, что здесь вот именно про отношения идет речь. Здесь вот именно отношениями человек занят. Он хочет семьи. Он, выбор за ним. Он хочет развития. Ситуация зависит только от него. Здесь он один, как сыч. И хочет партнерства. Он хочет партнерства, но, скорее всего, вы не свободны. А он хочет этого развития. И он ждет шанса для того, чтобы вас не потерять, не упустить. Скорее всего, на паузе он с тем человеком, которому ему дорог. Ну, и, судя по всему, наверное, это вы, тот, кто смотрит. А что у него в ногах, да? Что сейчас, чем он занят? Он сейчас занят осознанием того, что между ним и между, ну, судя по всему, вами, да, и между тем человеком, с которым он союз восстановить хочет, не хочет терять, много общего, много общих точек соприкосновения, много дорог либо вместе пройдено, либо фундамент хороший заложен. И здесь просто бросать это нельзя. Здесь нужно двигаться дальше. Но ему больно, ему страшно. Он боится совершить те ошибки, которые вы с ним уже совершили. Но он думает о союзе. Он думает о союзе двойка кубков. Это гармоничный союз, понимаете? Также, смотрите, по двойке кубков, вот то, что сейчас, он может рядышком, но я здесь не вижу фигуру соперников, да, он может с кем-то вот искать этого союза, но он боится, что не будет так, как у него с вами, да, с тем человеком, которого он не хочет отпускать. А что привело к такой ситуации? Что стало предшествующими событиями? Борьба. Борьба, какие-то перемены, причем перемены по фортуне внезапные. И зашла ситуация в тупик, когда, вы знаете, болотце. Либо все надоело, либо здесь нужно что-то менять, принимать решение. А тот выход, который мог бы стать решением, он никого не устраивал. И из-за этого, знаете, вот как перетягивание одеяла каждый на себя. Кто кого перемолчит, кто кого переглядит, кто кого переспорит. И что у вас будет, что у него, точнее, будет, да, смотрим на человека. Что грядет в ближайшее время в его жизни. Пока статика, четверка мечей, это то состояние, когда нужно успокоиться. Но по десятке пентаклей он придет к этому союзу. Он принимает решение. Королева мечей, да, но это, судя по всему, бывшая, да. Если у вас сейчас пауза, то это, скорее всего, вы. И он принимает решение о том, что терять-то он вас не хочет, и нужен ему с вами союз. Он ценит ваше партнерство. Он понимает, что нельзя терять такие отношения, которые были между вами. И принимает решение успокоиться и прийти к каким-то компромиссам вот с этой королевой мечей, вот с этой женщиной из прошлого, которую он отпускать не хочет, в которой он видел и видит родную душу, с которой он когда-то не смог договориться. И теперь принимает решение о том, что договориться все-таки нужно. Итак, благодарю троечке. Благодарю всех за просмотр. Буду безгранично благодарна обратной связи. До встречи с вами в новых видео.